Как снизить аварийность на дорогах областного центра? В эти минуты обсуждают участники профильной комиссии Липецкого городского совета депутатов. На заседание пригласили автоинспекторов. И первые подробности обсуждения у нашего корреспондента Натальи Тюриной. Она выходит с нами на связь. Наташа? Да, Люба. Сейчас депутаты обсуждают, что уже было сделано для того, чтобы снизить количество аварий. В рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги» в наиболее аварийных местах города установлены новые дорожные знаки «Пешеходное ограждение». Возле 35 школ появились светофоры с электропитанием от солнечных батарей. Представители мэрии рассказали депутатам о других выполненных работах на городских магистралях. Сегодня в Липецке курсируют 89 маршрутных автобусов. По просьбе жителей некоторые продлили до новых микрорайонов. Другие частные перевозчики стали работать до позднего вечера. Так, к примеру, маршрутки номер 346 перевозят людей до 20 часов 40 минут. Начальник отдела ГИБДД рассказал, как водители автобусов соблюдают правила дорожного движения. С участием частных маршруток в этом году произошло 58 дорожно-транспортных происшествий. По вине водителей 21. При этом 24 человека получили ранения. В целом, с начала года автоинспекторы выявили в Липецке почти тысячу нарушений. Чаще всего это обгон и неиспользование ремней безопасности. Представители мэрии и автоинспекторы рассказали о планах на следующий год. Это установка новых остановочных павильонов и пешеходных ограждений. Все, чтобы снизить количество аварий на дорогах.